Двухмесячному щенку Леонардо знаком каждый уголок сцены и закулисья молодёжного театра Алтая. Здесь, в июне, у самого милого актёра Труппы был дебют в гастрольном спектакле. Астраханский театр юного зрителя привёз постановку «Страсти по Торчалову». По сюжету в конце спектакля нужна была собака. Выбрали Леонардо. Там нужно было во время спектакля положить его в коробку. Очень сопротивлялся, даже немножко скулил за кулисами. Но когда его вынесли, когда его взяли на руки, вот в этой коробке ещё его не видно было, он притих. Там ненадолго его выносят в таких благоприятных условиях. Немного шума, немного движений. И вот спокойно, добрый актёр держал его на руках. И вот не сильно он волновался. Собака растёт в семье артистов молодёжного театра – Дианы и Александра. Благодаря этому заведующий литературной частью МТА и познакомился с щенком ещё за месяц до показа спектакля. Александр и Леонардо просто пришли проводить Диану, когда она уезжала на гастроли. Оказаться в нужное время, в нужном месте, в нужной семье – секрет успеха малыша. Хотя первые дни его жизни были не такими уж и радужными. Мы увидели новость в группе, что подбросили щенков. И вот в этот месяц подбросили очень-очень много щенков. Ну и там пишут, конечно, что щенкам в приюте очень сложно. Это тяжёлые для них условия. Ну и мы как-то неожиданно друг для друга с Дианой, и мы решили взять пёсика. История Леонардо местами похожа на ту, что рассказал Астраханский театр в трагикомедии «Страсти по Торчалову». Главный герой всю жизнь мечтал о собаке, но не решался. Он заводит щенка в конце спектакля. После сюжетных перипетий приходит долгожданное счастье. Диана и Александр тоже давно мечтали о собаке. И когда решились, в жизни стало гораздо больше радости. Это была первая роль Леонардо на сцене, но он готов и дальше продолжать актёрскую карьеру. Главное, чтобы вовремя платили зарплату. Валюта для него – вкусняшки. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости.